Мастерство шофера, безопасность пассажиров. Новосибирске выбрали лучшего водителя автобуса. Какие задания пришлось выполнить конкурсантам, расскажет Кристина Лата. Алексей водитель с 15-летним стажем, однако за руль автобуса сел относительно недавно, полгода назад. Признается, проводить ежедневно по 12 часов за баранкой утомительно. Нужно быть всегда на чеку. Ведь именно от внимательности и мастерства водителя зависит безопасность пассажиров. Ничего сложного, просто переволновался маленько, зацепил одну стойку. Заезжаем в бокс каждый день, выезжаем из бокса. Заезд в карман тоже каждый день. Колея попадается иногда. Лучшего из лучших определяют в два этапа. Сначала проверка на знания ПДД. Тут ошибок нет. Но главное, четко выполнить фигуры на автодроме. Змейка и круг, чтобы оценить, как водитель чувствует машину. Основное упражнение – остановка. Здесь важно не наехать на поребрик и не задеть пассажиров, которые ждут автобуса. Когда длина автомобиля почти 12 метров, правильно рассчитать габариты непросто. Не отлично, но будем стараться в следующий раз, чтобы отлично было. Что не получилось? Ну, запарковаться. Тещень, квадрат. Отведенные на прохождение дистанции 8 минут никто из водителей уложиться не смог. Пока ни один водитель еще без ошибок не проехал. Где-то есть какие-то касания, где-то недоезды. Ну, посмотрим, может еще появятся мастера своего дела. Победители выявляют в двух номинациях среднего и большого класса автобусов. Они-то и представят наш регион на всероссийском конкурсе водительского мастерства. Кристина Латта, Алексей Погодин. Новости ОТС. Новости ОТС.